приветствую вас ну что теперь более-менее понятно когда закончится война и как закончится война россии против украины ну последние события которые происходят на фронтах очень четко показывает что будет дальше да 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 быстро победа не будет ну поймите если даже будет сейчас беседовать с военным настоящему это вам объяснить что кино точнее война в кино и война в жизни очень сильно отличается нет это действительно очень потому что действительно вот такое представление киношная раз раз побежали ура ну это это кино в жизни действительно война это склады снабжение ракеты гаубицы и так далее что довольно скучно но это война да действительно ну скажем так было бы хорошо чтобы украину как бы завалили оружие причем быстро 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 это не будет почему ну по той простой причине что это физически невозможно вот смотрите какая ситуация дороже поставляет он даже немцы созрели наконец-то и будет поставлять понимаете вот эти вот пессимистическое все они перед мнение что сказал это сделать но не так быстро как бы хотелось давайте так скажем причем здесь как говорится есть объективность объективной причины объективны ну как минимум надо обучить наших военных не одну действительно ну хорошо поставили воевать ну вы понимаете прислать инструкторов ну или военных других не сработает до этого причем как вы догадываетесь не один день даже при всем желании обучают обучают и будут обучать мать и что будет происходить каждый месяц вот скажем о специалистов которые смогут воевать на натовской так сказать вооружение будет больше 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 да ну каждый месяц но не каждый день здесь это объективно причина чисто объективно субъективная да действительно как вам сказать каждый гость чиновник даже небольшого уровня хочет на этом пропиариться заработать не обязательно в деньгах политический бал да и по этой причине время-то время затягиваясь так дальше еще один нюанс на ду честь поймите любой гость чиновник старается так делать что потом к нему не было претензий поймите чтобы правильно поняли гость чиновнику проще не сделать чем сделать почему даже сделает все замечательно но нарушит инструкцию он будет за это отвечать по этой причине да действительно процесс поставки оружия ну как бы не такой быстро как хотелось еще раз объективные субъективные причины но оружие как поставляли так и будет поставить ну вы сами понимаете есть еще другая причина что часть оружия просто еще не изготовили да действительно да совершенно прав на сегодняшний момент для военно-промышленного комплекса и европы и сша выгодно выгодно война потому что не получают заказы причем лишь лент не лентлис будет не переживайте и да действительно эти заказы будут выполнять прежде всего американские компании и американский военно-промышленный комплекс будет богатеть что есть то есть я даже так понимаю что они увеличат эту сумму то что немножко правильно поняли с 1 сентября не октября прошу прощения 2022 года начнется ну них немножко по-другому не так как у нас финансовый год они сумму увеличат причем радикально увеличат да 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 вы совершенно правы это помощь военно-промышленному комплексу сша можете начинать ругать но это факт это оружие поступать будет в украину действительно складываться такая ситуация что россия очень была такая недовольна а под конец войны украина будет такой степени перевооружена и вооружена что мало не покажется и я уверен что патриот противовоздушно обратно будет стоять будет накрывать москву а это уже страшно опять же пообщайтесь с военным и немножко вам объяснить почему противовоздушно обороны что здесь страшно если интересно пообщаться не будет рассказ и да действительно вооружение поступает наши военные учатся воевать до стреляют до попадать промахивается помните это тоже вот такая ситуация вот смотрите не было и нет ни одной войны где вот все было гладко такой не бывает даже когда кажется ну точно всегда да по этой причине да действительно бывает но удачный бой бывает неудачный который ну настолько это даже не зависит от командира это действительно зависит от многих иных факторов так что с этим вы уже поняли война продолжается да она не закончится за месяц за два я думаю уже она может затянуть на годы да к сожалению да но при этом украинская армия остается сильнее 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 вы не не хуже меня понимаете что украинской армии сложно сделать по численности как российскому однозначно а вот по оружию сделать как армию нато сильнее или сильнее значительно российскому мэтра это будет то вы сами происходите ну вот идет ну смотрите какая ситуация там сколько нам поставить их установка марс уже кремле шизофрения крык что делать как делать да а если поставить еще больше ну и понятно там ракеты да ракеты снаряды ухе то все так что воюем теперь что касается наступление контрнаступление но опять поймите конечно было бы красиво так раз и ва на практике видите раз так не получится да украинская армия будет наступать не так быстро как это вы хотели не так быстро как показывает фильме не так быстро ну но будет будет наступать и освободить и херсонскую область и харьковскую и запорожскую и донецкую и луганскую и крым вернее все будет да никто не будет штурмовать ростов в воронеж это однозначно ну здесь уже геополитика понимаете да вы сказать давайте сейчас на кубань ну ребята вот это уже вот момент геополитики когда даже если там что называется вот все ну нет единственное может быть ситуация вполне реально абсолютно я понимаю что вы сказать да невозможно возможно смотрите в любом случае ситуация в беларуси довольно специфическая и критическая вот понимаете мы всегда говорим про санкции против россии и не понимаем что санкции против беларуси и смертельные россия все-таки за счет нефтегаза как вот так содержится а беларусь на теле и действительно не исключена ситуация что по мере поражения российской армии который однозначно будет беларуси могут начаться волнение и тогда российская армия попытается что да ну захватить беларусь и законная власть беларуси то же лукашенко пригласит украинскую армию до вполне возможно ну или убежит лукашенко и на территории беларуси зайдет украинская армия по просьбе законно избранного правительства демократической беларусь вполне возможно я понимаю что от сейчас кажется нереально в чем напомнить друзьям я хочу напомнить хочу напомнить что свое время всем казалось нереально что советский союз может развалиться еще больше казалось нереально что исчезнет гдр во что когда вообще боже гдр был такой креста армии столько сил все больше все нереально казалось тоже как же братский почки словаки напряжение столько ввалили то же самое здесь лишь происходит но понимаете что фактически власть беларуси держится исключительно штыках и то что лукашенко петля да 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 он опасается путина ну все-таки армии что раз но малейший разворот 99 и 90 процентов жителей беларуси и взорвут вот этот флаг беларуси поднимут национальный флаг и да 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 будьте уверен будет проклинать россию вот как сейчас украине так что здесь все гениально и просто теперь что касается мирного договора вот это соглашение по зерну или зерной коридор вообще-то показываешь как может завершиться война вот приблизительно так то есть мирного договора не будет а будут набор договоров который могут там регулировать там что-то газ какие-то перемири кит кредит вот такой почему мирного договора но опять же это дурацкая политика вы понимаете сложно кремлю я не говорю даже путин кремлю признать поражение ну просто выйти ребята мы проиграли некрасиво а вот вот такие уступки как вот сейчас кремную зерновой коридор это фактически поражение кремля но хоть давайте представить чтоб хоть один российский эксперт или там политолог мы проиграли не они почему удар падать да 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 это было специально сделано почему по порту да да он никакой не имеет как бы стратегической цели и так дальше но она имеет одну показать не от мы победили нет вы проиграли подписание этого соглашения это проигрыш россии про и кремле это понимает и не будет все больше и больше больше то есть мать и тут просто что происходитло что хочется резко она нерезку украинская армия нерезко до целенаправленно освобождает территории украины не резко на целенаправленно поступают в вооружение не резко на целенаправленно российская армия уничтожается ahora с вами сажать не резко но кремль уступает уступает и подписывает 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 капитуля ну она не будет называться капитуляция будет называться же там протокол согласовать и так дальше но это делает все к тому причем как вы понимаете тут какая главная цель до россии обложили со всех сторон санкции и давят ну поймите я много раз говорил да вы сами понимаете санкции действует как ракового поэтапно задение действия но не убивает это это что там россия пытается сейчас фактически вот этот зерновой коридор это как вот пациент лежит больнице и врача ринута давайте попробуем чуть-чуть сейчас полегшать час полегшает да 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 вы сказать уступить до чуть-чуть уступили там зажали тут это есть понимаете тут же какая ситуация конечно никогда пути не скажешь а санкции уничтожает экономику никогда но что знак и кремле это знает и понимает что экономика россии разваливается и уж не забывайте маленькую тонкость что на сегодняшний момент надо очень большие деньги давать чечне дагестану крыму еще другим чтобы они были лояльны не будете давать они сразу вспомнить где все мы уже передумали набор себе не нравится а теперь давайте другие регионы а теперь добавьте недовольную западную сибирь нас грабят мы тут нефть она забирает дальний восток который зачем нас другие интересы третий четвертый пятый да 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 ведь понимаете ту же ситуация следующая да деньги сходятся в москву и москва как бы их там подсыпает а если их недостаточно бонт да бонт бонт самый настоящий и это все боятся да по этой причине действительно почему кремль боится санкции потому что он видит да есть деньги их меньше меньше а надо больше 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 она кормить 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 вассалов будешь кормить посады помстят и вот эту кру into apple и знаю поэтому причине почему питает по этой причине почему нервничать поэтому очень и различные там вот это заявление смотреть какой интересный факт вопрос мне тут если вам интересно можете полистать. Хотите энциклопедию, хотите углу, что-нибудь. Вот наберите хотя бы в истории и найдите хотя бы одну войну, где страна, которая заявляет, что она побеждает или победила, просит мира. Найдите. Хотя бы одну. Вот просто найдите, хоть одну историческую войну. Но, как вы понимаете, во всех воинах чаще всего что происходит? Страна, которая или сторона, давайте, армия, которая проигрывает, просит мира. Вот так же всегда. Ну да. Да не да, а факт. Ну честное слово. Возьмите даже про шерсти. Ну чаще всего как? Понятно. Есть две стороны. Стороны, армии, страны, цари. Не имеет значения. Ведется война. Понятное дело, что первая просит мира, тот, кто проигрывает. Победитель не просит. Победитель вперед, вперед, вперед. Ну это же такая логика. Че я буду ставить? Вперед! А страна, которая проигрывает, просит мира. А кто нас просит мира? Украина четко стоит? Нет. Пока русские оккупанты на территории Украины мира не будет. Воюй. А что говорят говорящие головы Кремля? Да каждый день просят мира. Каждый день. Причем, ну, понятное дело, что там это Лаврово-Песково это отдельная личность. Если посмотреть вообще информационное поле, там же постоянно вот, немедленно, срочно, переговоры, давайте, давайте, давайте. Ребята, как же так? Вы же рассказываете, что вы выиграли. Или вы выиграете. Как же вы ж мир бросите? Так не бывает. Проиграли? Да. Ну, помните, коллеги, конечно, знают, что они проиграли эту войну. Про расход. По этой причине вот эти все там разговоры про референдумы, каких-то гауляйтеров, означают все эти чушь собачьи. Тоже непроисходно, зная, что они проиграли. Так само, как, в общем-то, в Украине знают, что быстро выгнать врагов с территории Украины тоже не получится. Вот такая ситуация. По этой причине да, 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 да. К сожалению, война затягивается. Вы хотите сказать, сколько по времени? Вот понимаете, скорее всего, в Генштабе лежат, ну, чаще всего есть там, так сказать, планы и так дальше, но вы не думаете, что этот план, даже который лежит, что он четкий. Это один из. Его будет переделывать, да, там есть как бы более оптимистический, пессимистический и так дальше, но в любом случае, каждый план предполагает, что за месяц война не закончится. Любой план предполагает, что за месяц просто так выбросить российскую арбию с территории, ну, не знаю, там Луганск, сложно. Да, достичь тактических, как это, тактических успехов реально. Это будет. Это однозначно будет. Причем вы действительно сами видите, что вооружение поступает, умело им пользуется. Вот тут тоже, помните, какая ситуация. Чем славилась, ну, так в кавычках, советская армия, людей не жалели. И чем славится российская, типа, бросаем всех, пускай погибает. Украине наоборот. Да, на сегодняшний момент никто не собирается бросать людей, как бы, чтобы они погибали. По этой причине делается ставка на вооружение, делается ставка на то, что оружие поступили, поставили, правильно использовали и нанесли врагу поражение. Время? Да. Тактические успехи? Да. Не очень красивая картинка, ну, потому что, понимаете, когда тут же, да, победа однозначно закрыта. Вот такая ситуация, ребята. Хотя, я, конечно, понимаю, что найдется люди, которые скажут, да вы что, Россия великая. Ребята, в свое время хочу вам напомнить, друзья мои, друзья мои, пару фактов. Был такой момент, когда Наполеон захватил фактически всю Европу. Помните, даже карту переделал? Ну, вы, конечно, уже не помните, друзья мои, когда он своих родственников назначал королями, потом переделывал там государство, создавал свои, там названия придумал. Было! И где оно делается? Ну, могу нас помнить и Гитлера? Вы, конечно, наверное, уже не помните, что, когда фашистская Германия захватила Францию, там же Франция была поделена. На, так сказать, оккупационной нет, да? Причем, вы же понимаете, что тогда Гитлер говорит, все, я победил, я буду всегда. И где сейчас Гитлер? Я уже молчу про Польшу, Польша еще исчезла, ее ликвидировал, там были сделаны, то есть, часть ушла, часть территории Польши стала территорией Германии, часть территории Польши стала там генерал-губернацией, то есть, там, ну, что было? Референдумы проводили, ой, умоляю вас, где сейчас Гитлер? Вы видите, все эти дергания, все эти там заигрывания, раскают, а все чепуха. Россия однозначно проиграла. Хочется, чтобы быстрее Украина выиграла, но, ребята, военные вам скажут, стараемся, но быстрее не получится. Они, наверное, что-то знают. Все, пишите комментарии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok